Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши беседы с мастерами-оружейниками. Сегодня, так скажем, в продолжении материала, третья серия об Алексее Мельницком, о мастере-оружейнике. Ну, я Алексея знаю уже лет пятнадцать, наверное, да, не меньше, начиная с первых выставок Клинов, где Алексей, так сказать, беспрободно участвует постоянно, уже, так сказать, заняв свою нишу, заняв свою позицию, сделав себе имя. Я хочу, так сказать, задать вопрос в продолжении темы. Алексей нам рассказывал, как ножи править, не точить, а как их тупить, Алексей. Я объясню, почему. Потому что ножи от Мельницкого – это, действительно, очень интересная вещь, и я вам, как член жюри конкурсов, говорю, что постоянно призовые места в конкурсе «Лучший нож России» всегда у Алексея. Дело в том, что, кроме всего прочего, что он уже делал, он еще и страстный охотник и рыбак. Поэтому, когда он говорит о чем-то, связанном с охотой, с рыбалкой, это он говорит, не нечто такое, эфемерно выдуманное, все это через себя пропущено, зная, что Алексей большее время проводит где-то там, на южном берегу Белого моря, да. И вот именно вот этот навык, этот образ жизни позволяет ему делать, нож не только, как некие изделия, да, кусок заточенного металла, а нечто выстроенное, нечто такое, что действительно работает. Алексей, ну, сказал, что ты первый нож делал, тебе было 12 лет, да? Да. Помнишь его, какой он был? Да. Из чего делал его, если не секрет? Нет, и я нашел клинок, я вот сейчас не помню где, клинок с клеймением вермахта был, вот, я выводил из борща кость мозговую, вытряс из нее и забил туда хвостовик этого клинка, меня потом отобрали этот наш, ну, правильно сделали. А когда уже это стало, вообще по образованию ты у нас кто, Алексей, расскажи себе? То, знаю мастера Мельницкого, знаю… Я занимался журналистикой, фото-журналистикой, потом рекламе я работал. Почему ножи, значит, ну, я полюбил ходить в походы с детства, вот, поскольку рос на севере, вот, с ножами тогда, как бы сказать, не густо было. Ну, вот, нож белка у всех был тогда складной, у нормального парня всегда… Ну, так, набора жентемена нет. Потом я выменял уже, я не помню на что, значит, у меня был нож с R5-R6 или, как оно правильно-то, вот, это рельсовая сталь, рельсовая пила. Вот, у меня этот нож до сих пор где-то валяется, то, что от него осталось. Нет, он живой, живой нож, да. Вот, и потом стал делать ножи, сначала я стамесок делал, потом сталь уже пошла, в обиходе можно было сталь купить, любую практически. Вот. Ну, начинал со стамески. Ну, стиль понятен. Ты северянин, я как северянин тоже тебя понимаю, что я как я кикутянем, для меня лучше ягодского ножа нету, но это субъективно, конечно. А на чём учился ты? Учился я. У меня был хороший очень товарищ Игорь Скрылёв. Его, к сожалению, нет. Да, светлая память ему, да. Вот, и вот первые настоящие финские ножи, привезенные им с Финляндией, включая М95, 5, это он пел там, и ручной работы финки, которые не для продажи, а для себя делаются. Вот, я видел у него. И у меня были разные покупные ножи, включая Рэндаллы. В общем, человек, который начинает увлекаться ножами, сначала покупает бармалейские ножи. То есть, он думает, чем страшнее нож, тем он лучше. На самом деле, это не так. Эти все страшные ножи, они кастомы интересные, но они красивые, там, показать можно их. Но они не работают, эти ножи. Для работы, как вы правильно сказали, значит, в Якутии нож из двух частей вообще состоит. Кусок деревяшки, скапа, очень красивый, пропитанный. И туда клинок. Не обязательно хорошая сталь, у них была сталь, какую они могли найти. Но он сведен как надо. То есть, он легко, прекрасно режет и легко управится. То есть, инструмент некий, да? Да, это инструмент. Совершенно. Вот я знаю, что, опять же говорю, то, что я знаю, что ножи делается небольшое количество. Почему? Потому, по сути дела, каждый нож – это такое творение такое. Ну, я не то, что, по зрению искусства, но это некое такое, некое действительно творение. Ну, они ножи, да. Потому, что в них вот душа вложена. Ну, я таких громких слов не произношу, но я не делаю двух одинаковых ножей. Вот я о чем я говорю. Нет ни чертежей, ни эталонов, ни лекал, ничего. Как по наитию, да? Да, как чукча песню поеду, вот так вот я нож. Ну, я примерно знаю, что мне надо. Но они не вот совершенно точно. Если вы купили нож с янтарем, то я могу сделать нож с янтарем, но он уже будет другой. Как долго процесс идет, вот осмысление? Да нет никаких, он сам идет. Я в руки нельзя уже поехал. Ну, не каждый же день, правильно? Практически каждый день, да? Да. Если я не на охоте, на рыбалке, я работаю каждый день. Ну, а вот заказ как, как вот, тоже интересный момент, как преобразовать желание заказчика, который может, так сказать, только на пальцах объяснить. Когда он не знает, что хочет, я не буду их уникальней. Ну, ко мне, как правило, люди, которые понимают, что они хотят, они видят, что я делаю. Вот. Но если он мне скажет, что то же самое с перламутровыми пуговицами, это я могу сделать. А если он хочет попытаться, значит, осуществить свою мечту, там, совместить кортик и финку, вот, мне это неинтересно. Там у роста какой-то, эклектика получается. Ну, вот, с этим понятно. Вопрос номер два. Самое главное. Как затупить нужно, да? Я к чему? Почаще ездить в лес. Правильно. Вот. Добывать себе пищу. Правильно. Вот об охоте, рыбалке. Что ближе, работа ли? Работа ближе, да? Охота, она определенные сроки, а рыбалка, она практически круглый год. Нож для охоты и для рыбалки отличается? Ну, для охоты он полегче, нож и покороче. Потому что рыбу, там, длинным ножом проще. Вот это такая длина, вот тут, 115 примерно. Вот она оптимальна для того и для другого. Но я не люблю толстые ножи. Вот эти ножи, это, ну, красивые ножи, но они, вот эти доллы, они очень красиво выглядят. Но этот нож, он излишне мощный. Тут четверка, больше четверки в обухе. Он очень мощный нож. На нем висеть можно. А нож, чтоб он резал. Сразу же вопрос, вот по крупной дичи, да, там, я не знаю, медведи, лоси, что там, что попадается. Ну, я понимаю, что, что попадает прицел вашего оружия, да? Разделка ножа, заточки сколько хватает примерно? Ну, в разных мастеров по-разному. На лосе меньше садится. Ну, медведя врать не буду, я его не разделал. Я не буду стрелять медведей, ну, не стрелял, не собираюсь. Вот. На лосе меньше, на кабане больше, поскольку у нее песок на фузе в шерсти набивается. Он как наждак действует. Вот. Я не могу сказать. Но я к чему, что нет необходимости брать на охоту два ножа, как там кто-то тут есть такая, что это нож для биллокады, это для разделки, это там... Нет, имеет смысл. Просто надо понимать, значит, я два ножа беру, значит, у меня обязательно многопредметный нож с собой швейцарский. Ну, понятно, да. Потому что там есть такие вещи, которые, которыми вот, ну, типа, вот, клещей как вытаскивать, там концы эти есть. Там есть всякие приспособы, которые важны. Вот. Швейцарский нож небольшой, там пассатижики небольшие, на филёчек. Вот. Этот нож рабочий, он висит, ну, вот, значит, нужно... Вот способ ношения финского ножа. Во-первых, свободный подвес обязательно, ни в коем случае не фиксированный. Этот фиксированный, когда висит, это в Голливуде, там, у ковбоев, и то, на самом деле, у них не было таких ножей. Вот этот подвес, он позволяет... Он, на самом деле, не мешает ничему и не почему не бьётся. Вы можете сесть в снегоход, в байдарку, в лодку. Вот. Он не мешает. Он сюда по линии тела будет, да? Вы даже можете заснуть и забыть, что у вас нож на вас надет. Он не мешает. Потому что, когда жёстко он закреплён на поясе, были случаи, когда человек садится с тяжёлым рюкзаком, присаживается под ёлочку, ему нож уходит в ножнах, прямо в бедро. Вот. Ещё такой момент я вот забыл сказать. Значит, ну, нож в ножнах не хранят. Но, тем не менее, все сортно будут хранить. Просто это вредно. Там вот то, что в коже находится вещество, они и для стали, и для дерева. Во-первых, они пропитку высасывают, кожа высасывает пропитку из древесины, если это натуральная древесина. Ну, это бесполезно говорить, всё равно все хранят. Ну, и темнеет латунь. Ну, ладно, не страшно. Не самое страшное. Короче, вот чтобы тупился, надо почаще бывать в лесу, добывать пищу, детей туда своих. Ну, что ж, всем рекомендую обратиться на сайт на ваш, Алексей, чтобы посмотреть. Сказать там можно какой-то сайт? Магазин «Русские ножи», сайт «Finco.com». Да, потому что мы страна всё-таки северная, и вот эти ножи, всевозможные, они всё-таки не просто так у нас прижились, в отличие от пчаков или каких-то кинжелоидов. Вот этот нож, который должен быть у нормального человека, набор мужчин, дженгеменский набор, нож всегда должен быть хороший. Сразу ещё один вопрос, Алексей, в конце. Ну, такая достаточно тонкая тема. Стоимость ножа. Я не говорю, я знаю, стоимость ваших ножей, и я скажу уважаемые зрители, что за хорошие вещи надо платить. И платить надо достойно. Тем более ручная работа, это тепло рук, это что-то сверху, неважно. Вот с точки зрения вот этих вот ножей, которые сейчас есть на рынке, мы не будем говорить правтовски хотя бы. С какой суммы должна начинаться, вот как вы думаете, это хороший нож? Ну, нормальный нож. Да, ко мне начинается. С 4 тысячи можно купить нож. Южный крест, Сандер, вот эти производства. Да, у меня сандерский нож есть, очень хороший. Промышленное производство, то есть за эти деньги вы получаете много ножа. Это то, что серийные ножи. Ну да, я об этом говорю. То есть некая ценовая порог, ниже которого, ну подумайте. Можно, конечно, купить на эту сумму китайцев, китайцы там. А их нет, китайцев таких. Ну, похоже. В наших категориях. Ну, Мора еще есть, Мора и Эриксон, они еще дешевле. Ну, не пластиковых ножнах, это уж совсем такие вот, фельдоперсовые. Но они работают, по стране ими. Работает, тем не менее. Потерял, подарил. Ну, наша задача, кроме всего прочего, некий такой ликбез людей, чтобы, так сказать, они получали информацию с первых уст, а не где-то там какие-то выдуманных сайтах, там есть кучу всяких баек ножевых и всяких разных. Да, даже до сих пор взрослые люди, да, говорят, дол называют кровоспуском, да. Да, да, да. Какое, откуда, зачем ее спускать? Откуда спускать? Куда, зачем? Дол это ребро жесткости, больше ничего. Ребро жесткости. Ну, это же пропадает легенда, и вив пропадает, вороку нажат. А то он ведь совсем правильно. Вот поэтому такой хорошей ноте мы говорим. Не прощаемся с Алексеем, мы будем с ним дальше. Да, дальше продолжаем. Будем продумывать новые серии. Мы обязательно что-нибудь интересные. Да, потому что человек очень интересный сам по себе. Надо сделать выездную сессию в отшину, природу. Ну что ж, значит, еще надо открыть рубрику анекдоты. Про ножи нет. От Алексея Минишкова. Нет, анекдоты он рассказывает не про ножи, я вам скажу, ну, очень все, с анекдотами все хорошо. Спасибо, до свидания. Спасибо, счастливо.